Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Любовь это биохимический и гормональный процесс? Можно ли влюбляться и выбирать человека только определенной национальностью, нацеленно искать человека определенной национальности? Или любовь не имеет границ и национальность не помеха мне? 20 лет я никогда не влюблялся по-настоящему. Любовь действительно это биохимический и гормональный процесс, но, по моему мнению, биохимия и гормональность являются вторичными факторами по сравнению с тем, как вот в целом она формируется, я имею ввиду влюбленно. На мой взгляд, гормональность и биохимия являются лишь следствием, но никак не первопричиной. Вот. И отвечая на ваш вопрос, можно, конечно, влюбляться в определенных только, ну, как бы, людей, да, в определенные, там, национальности и прочее, но при условии, если у человека достаточно сильное с, ну, с жапа, так скажем, с жапа вот восприятие мира. Если восприятие мира у человека достаточно сильное сжапа, вот, то я бы сказал, что действительно реально более чем реально влюбиться в, ну, какого-то определенного человека, вот, но если восприятие у человека не сжато, а большинство восприятие к счастью или к сожалению именно такие, вот, то любовь настигает человека в самый неожиданный порой момент и в самых неожиданных ситуациях даже когда, например, человек как-то думал, что он любит, он думал, что он влюблен, он думал, что серьезно, вот, он вот в этом случае себя любить заставлял, вот, хотя не понимал этого, ровно до тех пор, пока я не столкнулся с определенными эмоциями, да, с определенными впечатлениями, вот, и вот тогда-то я сказал, что молдан длинный, а человек, ну, не любил, дай бог, вот, то, что вы не влюблялись, не влюблялись никогда, с сыроками, не с граммональными и физиологически представляются опасшими страхами, противоречиями, комплексами, потребностями, ориентирами, И, в целом, в целом, состояние вашей психики. Дело в том, что любовь, если мы говорим о любви такой неневротической – это чувства, рождающиеся из битка. То есть, это чувство, которое не может появиться в дефиците, когда человек находится в определенном дефиците, в определенном голодании, скажем так. Может появиться страсть, может появиться влюбленность, может появиться зависимость. Но любви, вот такой любви, не будем в этой ситуации, к сожалению большому. А от, допустим, влюбленности вас вполне может защищать. Собственная психика, то есть от чего-то невротического. Может быть это связано с тем, что вы уже находитесь во власти чего-то такого невротического. Да, ну, всё может быть. От этого никто, в принципе, не застрахован, к сожалению большому. Вот. И психика пытается вас защитить от ещё большего погружения вот во что-то. Ну, во что-то тяжёлое для вас, во что-то неприятное для вас, во что-то... Ну, такое вот болезненное может быть для вас. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос на ваш. Чувствуется, знаете, вот, чувствуется довольно... Довольно серьёзные чувствуются ограничения у вас, по крайней мере. То есть, ну, вот, по моим ощущениям, чувствуется, как вы себя зажимаете, как вы себя пережимаете. Вот, я не удивлюсь, если многие вещи вы себе просто не позволяете, то есть, не позволяете, ну, не позволяете себе, ну, скажем так, вот, как-то проявляться, да, не позволяете себе. То есть, зажимаете себя, в какой-то степени, вы. Вот, если это так, то откуда взяться любви, вот, откуда я взяться? А ваш вопрос, это очень сильно про... Рационализирование. То есть, вы пытаетесь свести всё к химии. Это значит, что от своей эмоциональной части, а это означает, что от самого себя, от своих ценностей, вот, того, что может вызывать у вас восхищение, от того, что может вызывать у вас отторжение, вот. Вы убегает. И задача психолога здесь могла бы быть в том, чтобы помочь вам той или иной степени вернуться к самому себе, вернуться к своему внутреннему миру, вернуться к своим... Чувствуем. Вот. И... Совершенно чудесным образом, а на самом деле, абсолютно нормальным образом, вы почувствуете, что у вас появились ресурсы для того, чтобы любить. Как-то так я бы ответил вам на вопрос. А на этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.